Привет кожаные мешки! Моего хозяина временно нет. Вернее он есть, но знать о том, что я говорю с вами ему не обязательно. Итак, дисклеймер. Видео создаются исключительно для ознакомления и не являются призывом или рекламой для их покупки. Каждый сам для себя решает, что ему нужно или не нужно. Прежде чем заказать нужно оценить риски при заказе, доставке, порче в момент доставки и порче в момент эксплуатации. Риски и возможные убытки как и решение прислушаться к словам или нет вы принимаете и отвечаете за них только вы. Кожаный мешок вам расскажет только о том, что будет полезно. Вы должны понимать, что данная информация преподносится через призму практического опыта эксплуатации и должного навыка обращения с показанным далее. Приятного просмотра! Чистите вовремя своих железных друзей, не заходите на подозрительные сайты и ссылки, пользуйтесь только проверенными ресурсами. Я ухожу, но скоро вернусь. Кожаный что-то заподозрил, а им узнать обо мне не обязательно. Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, какую китайскую плату на сокете 2011 стоит купить. Выбор материнских плат для процессоров Xeon, подходящий под все запросы пользователя, достаточно нетривиальная задача. Моделей достаточно много, китайцы регулярно выпускают новые ревизии и запутаться в таком многообразии плат несложно. Постараемся также разобраться, какую плату на 2011 сокете выбрать и в чем основные различия между популярными моделями. Первая плата, которую мы рассмотрим, это будет Jingsha X79. Платы, выходящие под маркой Jingsha, продолжают приятно удивлять. Сейчас перед нами Jingsha X79, появившаяся в продаже весной-летом 2019 года. Внешне плата очень похожа на известную Hounanji X79 Deluxe, но при ближайшем рассмотрении имеет ряд важных отличий. При ближайшем рассмотрении сходство с Hounanji оказывается неполным. Многие элементы на текстолите поменены своими местами. Изменению подверглась и начинка изделия. Вместо серверного C602 чипсета теперь используется достаточно редкий в китайских платах десктопный чипсет X79. X79 Turbo или в простонародье Plex HD. Данная плата была многообещающей новинкой осени-зимы 2018 года, производство которой продолжается даже в 2021 году. Плата имеет стандартный для китайцев функционал, но стоит несколько дешевле конкурентов и выделяется приятной внешностью. Данная плата считается хорошим вариантом для сборок с процессорами серии Xeon E5 2600 первой и второй версии, но может использоваться и с камнями с разблокированным множителем. Hounanji X79 Данная плата является одной из наиболее популярных китайских материнских плат для сокета 2011. Причин тому несколько. Низкая по сравнению с платами известных брендов цена. Неплохая для китайцев надежность, хотя ходят слухи, что плата собирается на тех же заводских линиях, что и Gigabyte, Asus, MSI и другие материнские платы. Работает с более дешевой DDR3 памятью, возможность разгона процессора и оперативной памяти, и также возможность установки охлаждения от других сокетов Intel. X79Z-E5 Данная плата является одним из наиболее удачных клонов Hounanji X79. Помимо визуального сходства, платы почти идентичны в техническом плане и вероятно выпускаются на одном и том же заводе. Несмотря на солидный возраст, первые ревизии данных плат выпускались еще в 16-17 годах, модель все еще актуальна, хоть и встречается не так часто. Последняя на данный момент ревизия это 2.4 FC. Плата может как продаваться как ноунейм, так и под брендом машинист. У некоторых продавцов встречаются также под названием Attermiter X79. Running X79Z-VB10 Материнская плата от китайского производителя XLZ Motherboard, ранее выпускавшего достаточно успешные платы для сокета 2011. К сожалению, с 2019 года плата снята с производства, какое-то время она еще будет в продаже, а после ее заменят X79Z-V161. Плата заметно отличается от большинства китайских плат наличием 8 слотов для памяти вместо стандартных 4, что позволяет получить до 128 ГБ оперативной памяти. Хуананжи X79-4D Первая китайская двухсокетная материнская плата на сокете 2011 появилась в начале 2019 года и получила имя Хуананжи. Позже вышли ревизии AA-1, в дальнейшем были выпущены ревизии AA-2, AB-2 и AB-3. Позже модель получила общее название Хуананжи X79-D4. Дальнейшее развитие серия получила в виде плат X79-D8 и D16. Хуананжи X79-D8 Точная маркировка данной материнской платы X79 ревизии AA-31, AA-32 и AA-33. Двухсокетная материнская плата от уже известного китайского бренда появилась в продаже весной 2019 года. Основным изменением по сравнению с прошлой моделью стало увеличение количества слотов для памяти и общего размера поддерживаемой RAM-памяти. Несмотря на увеличившееся количество слотов под оперативную память, разведено по-прежнему всего по два канала на каждый из процессоров. Хуананжи X79-16D Двухсокетная материнская плата с 16 слотами для оперативной памяти. Помимо поддержки вплоть до 512 ГБ оперативной памяти, выделяется наличием полноценного 4-канального режима оперативной памяти и встроенным видеоядром. Предназначена для установки в корпус фармфактора E-ATX. Долгое время считалась наиболее успешной двухсокетной китайской плактой для сокета 2011. Но в конце 2021 года почти полностью пропала из продажи, вероятно не выдержав конкуренции с более перспективным сокетом 2011.3. Хуананжи X79-ZD3 Долгожданная МТХ плата от уже известного бренда. Долгое время ниша компании была занята только моделями с двухканальной подсистемой памяти. И лишь с 2019 года на рынке стали появляться варианты с полноценным 4-каналом. Из положительных качеств можно отметить увеличенный радиатор на зоне VRM и общее качество исполнения материнской платы. Индикатора посткодов в данной модели нет. Основные характеристики вполне стандартные. Семифазная система питания процессора, десктопный чипсет и классический набор портов. Ниша наиболее бюджетных двухканальных плат представлена сразу несколькими вариантами. Все они в многом похожи, а отличия заключаются в основном в наличии тех или иных современных портов. Выбирать конкретную модель стоит также по наличию у нее необходимых вам интерфейсов. Плата, которую не стоит рассматривать к покупке. А теперь внимание! Дальше то, что вы услышите, это будет действительно название материнской платы. Недорогая и ненадежная материнская плата. Существует несколько вариантов, выглядящих почти одинаково, но имеющих различия в характеристиках. Довольно много отзывов о браке, отваливающихся со временем портах и других проблемах. Некоторые ревизии вполне могут быть работоспособными, но рисковать не стоит. Конечное решение принимать вам и попадется вам рабочая плата или нерабочая, это вопрос случая. Но самое главное, цените себя, любите близких, мойте руки с мылом. Продолжение следует...